Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Здравствуйте, ребята! У нас важное сообщение. Кто потерял рога? Просим обратиться к нам. Возможно, вы нам поможете найти обладателя самых больших рогов в мире. Ну а чтобы хозяин обрадовался ещё больше, мы их немного преобразим. А помогут мне сегодня в этом Кира Коломячук и Дарья Васютич. Вероника, а что это такое? То, что в лесу гуляла. Я вам больше скажу, не просто по лесу гуляла, а по Беловежской пуще. А я знаю, где Беловежская пуще. Мы про неё уже говорили. И кого же вы там видели в Беловежской пуще? Давайте-ка вспомним. Зубра, лошадка, куница. Мне кажется, вы кого-то точно забыли. Кого-то очень-очень крупного. И, пожалуй, наверное, в холку, в высоту. Это самый крупный обитатель Беловежской пуще. Не заметить его просто невозможно. Как вы думаете, о ком речь? Медведь. Хотя у него рогов нет. А я вам подскажу, Кира, кто у тебя там сидит за спиной? Лось. Лось, действительно, это лось. И сегодня мы поговорим про лося. И я надеюсь, что мы про этого обитателя Беловежской пуще, очень яркого и заметного обитателя, узнаем много интересного. Как вы считаете? Лося все помнят, как лось выглядит? Там у Киры есть подсказочка, да, как выглядит лось. Вот что самое такое примечательное и главное у лося? Рога. Рога, конечно, рога. А как вы думаете, чем-то они напоминают вот эту палку? Да. Это не похоже на рога лося, похоже на оленя и рога. Лоси где-то вот в этот период, вот сейчас, где-то в ноябре, они начинают терять рога. Даже я бы сказала не терять, а умышленно сбрасывать. Они что им мешают? Ну, вы знаете, они ходят безрогими до весны где-то примерно, и в марте опять начинают у лосей отрастать новые рога, еще лучше прежних. Ну, может быть, каким-то образом лоси не устраивают. Красивее будут, можно ходить такие вот классные рога. Кира абсолютно права. Возможно, они хотят более красивые рога. Поэтому сегодня я вам предлагаю сделать для лося подарок. Какой же? Лось тоже хочет быть красивым. Лось, по-моему, очень такое, очень милое животное. Я думаю, что будем вот это украшать? Даша, ты абсолютно права. Хоть это и очень похоже на рога оленя, но мы представим, что это рога лося. И я предлагаю... Можно ими копать. Конечно, да, можно ими копать. И будем вот этими ленточками украшать? Можно брать ленточки абсолютно разные. Кому какие нравятся. Мне красные. Можно брать атласные ленты, можно брать бумажные ленты. Можно сначала вот эти. Да, мы немножко решили разнообразить и сделать ленточки самостоятельно. Белые, красные, белые, красные. А можно вот с таким цветочком повесить? Из цветной бумаги. Можно, как хотите. Это будет ожерелье для рогов. Кира, у тебя получится сделать ленточки? Отрежешь здесь? Угу. Сейчас вам покажу. Наверное. И вот так одно. Нет, наверное. Так, ну, лучше завязывать, может быть, бантики попробуйте завязать. Можешь вот так вот резать, если. Вот, вот так вот. Получится так отрезать? Смотри. Мы сделаем ленточки самостоятельно из цветной бумаги. Мы не будем их покупать ничего. И попробуем украсить эти рога. Господи. Мама, это что за длинные? Дай, Кира, отрез, пожалуйста. Вот тут посерединке. Дай. Так, сейчас ты. Вот тут? Да. Вот Кира уже говорила о том, что у лося рога похожи на лопаты, лопатообразные. Но на этом история с рогами лося не заканчивается. Девочки, а вы представляете, что вот эти вот рога, это самые большие в мире рога? Как? Я вот, например, не представляю такого. Да, действительно. Он обладатель самых больших рогов в мире. Как вы думаете, а кто носит рога? Только лось папа или лось мама, например? Я думаю, только лось папа. А мамы с ушками ходят. И олени, так. Девочки, вот вы справедливо заметили, такие рога, кстати, самые большие в мире, носит только лось папа. У лосихи и у маленьких лосят таких рогов нет. Наверное, чтобы такую громадину себя на голове носить, надо быть очень большим и очень-очень сильным. Кстати, знаете, что лось весит аж 550 килограммов? Сколько? 550. Это примерно... То есть и как слон. Или как рояль. Вот как рояль, да. Вот лось весит столько же, сколько весит и рояль. Девочки, а посмотрите, пожалуйста, на лося. Вот у него большие рога. Морда такая смешная. Смешная морда у него. Милая такая. Милая смешная морда. Зачем такому крупному животному, как рояль, мы об этом уже говорили, с такими большими рогами, в которые может, как мы уже говорили, поместиться целый автомобиль. Зачем ему такие длинные ноги? Может быть, стоп от хищников там убегать или прыгать высоко через деревья, через ущелье, яму, всегда. В принципе, вы, я думаю, что правы. Обычно лось, кстати, не очень любит бегать, он больше ходит, чем бегать, но в случае опасности, как сказала Даша, действительно на этих длинных ногах ему приходится убегать. Обычно лось живет в таких местах, там, где много всяких заболоченных мест, много каких-то может встречаться веток, кореньев. Поэтому, как сказала Кира, такие длинные ноги ему помогают перепрыгивать через всевозможные препятствия. Вероника, а человек дружит с лосями или нет? Вы знаете, в принципе, в принципе, может и подружиться. Я вам сейчас хочу рассказать одну очень такую интересную историю. Когда у мамы лосихи рождаются лосята, они рождаются такими слабенькими-слабенькими, невзирая на то, что уже взрослый крупный лось очень сильное животное, мощное. Но маленькие лосята, они очень слабенькие. Мама оставляет своих малышей где-нибудь в кустах греться на солнышке, но ненадолго. Не волнуйтесь, она своих деток не бросает ненадолго и уходит в поисках пищи для этих лосят. Так вот, некоторые люди ошибочно полагают, что мама лосиха бросила своих малышей. Начинают их подбирать и куда-то уносить. Этого категорически делать нельзя. Мама к лосям, к маленьким лосятам обязательно вернется. А в неволе, кстати, лоси жить не любят и не хотят. Поэтому малышей лосят надо оставлять для своей мамы. А что лоси едят? Вот мне это интересно. А что если к нам лось в гости заглянет? Мы бы его чем-нибудь гостили, например. Вы знаете, я вам хочу сказать, что самое большое лакомство для этого животного – это ветки. Но эту мы не отдадим. Конечно нет. Потому что это наше произведение искусства. А вообще лоси действительно очень любят кушать ветки. Представляете, он за день может съесть до 30 килограмм веток. Представляете, насколько им смешно? Бамочки, с таким едением, ну, успехом он уже скоро всю Беловерскую пущу объест. Не волнуйтесь, Беловерскую пущу всю лось точно не съест. Потому что, в принципе, в Беловерской пущи их живет не очень много – около 50. Но эту ветку, как мы уже сказали, мы лосю не отдадим в плане еды. Но в плане подарка обязательно подарим. Осенью лоси Беловерской пущи сбрасывают рога. Но чтобы им до весны не было грустно, пока у них появятся новые, мы обязательно пущанскому лосю подарим вот такую красоту, сделанную стараниями наших девочек. Мне было сильно грустно. Да, вот Кира и Даша. Так что благодарим Киру и Дашу за такой прекрасный подарок для лося. Ну, а сейчас впереди нас ожидает мультфильм, тоже, надеюсь, такой же яркий, красочный и радостный, как наш подарок. А после этого всем деткам пора ложиться спать. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Пока-пока! Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова